Чудеса, которые совершаются каждый миг Солнце – единственный источник энергии для всего живого на Земле. Однако люди и все живые существа не могут напрямую потреблять энергию Солнца, поскольку в нашем организме нет систем, способных использовать солнечный свет напрямую для питания организма. Но в данном случае в действие вступают растения с их удивительным механизмом, который наука до сих пор не может с точностью объяснить. Все растения аккумулируют в своих клетках солнечную энергию и производят непостижимо сложную химическую реакцию, в результате которой солнечная энергия преобразуется в химическую энергию. Вся энергия, поступающая в наш организм с питанием, на самом деле является солнечной энергией, переработанной растениями в химическую. Например, когда мы пьем молоко, по сути мы лишь потребляем солнечную энергию. Коровы, питаясь растениями, получают эту энергию в клетке и потом она поступает в молекулы молока. Или, к примеру, мышечная сила в нашем теле, тоже не что иное, как трансформированная солнечная энергия. Растения собирают в своих молекулах переработанную солнечную энергию для пользы животных и человека. Растения питаются ядовитым для человека углекислым газом, перерабатывая его и выделяя чистый кислород, который необходим для всего живого. Для осуществления фотосинтеза, то есть переработки солнечной энергии в химическую и выделения кислорода, в этом процессе должны участвовать еще и многочисленные ферменты. Они удивительным образом имеются в клетках растений и каждый из них участвует только в строго определенной стадии фотосинтеза. Однако клетки растений могут вступить в эту сложнейшую реакцию фотосинтеза только благодаря тому, что сами могут питаться солнечной энергией напрямую. Науки до сих пор еще не понятны до конца эти поразительные процессы. Растения, получающие прямую солнечную энергию, в результате тысяч химических реакций доводят энергию Солнца до каждой клетки организма и животного. Солнечная энергия трансформируется в различные формы и в результате достигает всех жизненно важных органов и систем человека – крови, сердца, почек, глаз, мозга, таким образом делая возможным существование человека. Задумайтесь на минутку. Трава, по которой вы ходите, деревья, которые вы видите каждый день, являются самыми важными действующими помощниками вашей жизни, поскольку процессы, которые происходят в глубине клеток, дают вам кислород и энергию. И что самое главное, фотосинтез на данном этапе ученые не могут повторить ни в одной лаборатории. Даже этого примера достаточно, чтобы понять беспредельность Господнего знания и могущество над всем сущим в мире, Его беспредельную милость к нам, ибо Он подчинил все в мире служению человеку и созданию самых комфортных условий нашей жизни. Знамением для них является мертвая земля, которую мы оживили и извлекли из нее зерно, которым они питаются. Мы создали на ней сады из пальм и винограда и заставили биться в них источники, чтобы они вкушали их плоды и то, что создали своими трудами. Неужели они не будут благодарны? В этом небольшом фильме мы попытались показать вам только несколько удивительных процессов, которые происходят вокруг вас и внутри вас самих каждый миг. Даже этих нескольких чудес, которые нам покажутся обыкновенными, достаточно для осознания, сколько милости, любви и сострадания дарует нам Аллах каждый миг жизни. Все в небесах, в воздухе, на земле и в ее глубинах служит жизни человека, и сотни тысяч сложнейших процессов происходят бесперебойно, без единого сбоя ради одной цели – обеспечения нашей жизни. Каждый миг, каждую секунду, сотни тысяч законов и явлений в любом уголке Вселенной или внутри организма человека работают в удивительной гармонии и взаимосвязи для поддержания вашей жизни. Аллах распахнул человеку врата своей беспредельной милости и одарил его совершенными благами ради гармоничной и полноценной жизни. Нам же в ответ на эти милости надлежит лишь очень малое. Каждый миг помнить о том, что дарует нам Аллах в жизни, и быть всем сердцем благодарными Ему в своем поклонении. Коран напоминает нам, что в день Господнего Суда каждый человек будет спрошен за те милости и блага, что были даны ему в земной жизни. И пусть те обыкновенные чудеса, о которых вы узнали в этом фильме, укрепят вашу искреннюю благодарность, любовь и трепетную боязнь пред Аллахом. Не забывайте о том, что знания укрепляют благодарности Творцу и любовь к Нему. А потому стремитесь к постижению Творца, к новым знаниям и благодарите Создателя всей душой за то, что дано вам в этом мире. Он даровал вам все, о чем вы просили. Если вы станете считать милости Аллаха, то не сможете сосчитать их, воистину человек премного несправедлив и неблагодарен.